Доброе утро, о прекрасные, весьма умные специалисты нейропластики! Нейро означает мозг, а пластика означает изменение. И вы были задуманы Богом таким образом, что вы можете сами изменять то, что в вашем мозге. Поэтому о каждом из вас можно сказать, что вы доктор нейропластики. И для этого даже не нужно учиться, чтобы стать таким доктором. Бог уже вложил эту способность, эту силу в ваш разум. И много лет назад я начала заниматься исследованиями в этой области, как работает мозг. Наука мысли. И я получила образование. И когда я получала образование, меня учили, что я должна пациентам говорить, вы должны научиться компенсировать что-то плохое хорошим. И мои профессора учили меня и говорили мне, что мозг измениться не может, нельзя изменить. Но я в это не поверила. Потому что мои научные исследования находятся под влиянием духовного мира. И я знаю, что мы можем обновлять мышление, обновлять мозг. И во всем мире есть ученые. Есть группа ученых, которые считают, что можно изменить мозг. И я, наверное, была единственной верующей среди них. И мы вместе с другими учеными занимались исследованиями. И мы уже знаем, мы точно знаем, что мозг можно изменить. Ваше мышление способно изменить ваш мозг. И сегодня в конце я поведаю историю. Историю об одной из своих пациенток, которая начала применять этот принцип. И трудно поверить, какие чудные изменения произошли в ее жизни. И я на протяжении этих дней поведаю вам несколько историй. Которые дадут вам ободрение, воодушевят вас. Все это на самом деле реальность. И я работала в больницах. Я видела людей, которые попадали в ужасные ситуации. Обстоятельства были ужасными. И они при помощи разума изменили свой мозг. И хочу напомнить. Что мы состоим из Духа, Души и Тела. Человек, который единый, создан по образу и подобию Божьему. И Бог дал человеку Дух силы, любви и здравомыслия. И наш Дух, это наша интуиция, это способность общаться, коммуникативные способности. И наша душа, это наш интеллект, наша воля и наши эмоции. И это в разуме. И так же у нас есть тело. И наше тело было задумано таким образом, чтобы оно подчинялось душе. Итак, душа контролирует тело. И не наоборот. И именно поэтому мы можем смело сказать, что мы не являемся жертвами биологии. Мы не должны быть жертвами генетических образований. И иногда ученые, можно это слышать в средствах массовой информации, ученые говорят, что они вот открыли ген, который отвечает за наследственный алкоголизм. Или открыли ген, который отвечает за то, что ты унаследовал какое-то качество. На самом деле все это неправильно и это неправда. Потому что нет генов, которые действовали бы в одиночку. Все гены подчиняются мозгу. Ваш мозг, ваш разум обладает удивительной силой. Мозг одной ногой стоит в теле. И одной ногой наш разум, наш мозг стоит в духовном мире. И именно в разуме, в разуме, своим разумом, ты можешь изменить физическое строение своего мозга. А твой мозг уже контролирует тело. И ты своим разумом развиваешь свой дух. Ты своим разумом принимаешь решение позволить Духу Святому контролировать твой дух контролировать твой разум и контролировать твое тело. Для этого нужно постоянно пребывать в молитве. И нужно стараться постоянно быть в Божьем присутствии. Быть водимым Духом Святым. И от нас, от нашего выбора зависит, произойдет это или нет. Потому что нас окружают какие-то ситуации, жизненные обстоятельства. Мы не можем контролировать ход событий, мы не можем контролировать все жизненные ситуации. Но мы можем контролировать свою реакцию на те ситуации, которые складываются. Потому что ты, человек, думающий о создании, думающий о существо. Ты всегда о чем-то думаешь. И когда ты думаешь о чем-то, ты через это выбираешь. И когда ты делаешь какой-то выбор, гены начинают что-то делать. И когда гены начинают что-то делать, начинается синтез белка, протеина. И эти протеины объединяются в группки, и в голове как бы начинают расти деревья. И это могут быть хорошие деревья, полезные. Или ядовитые, токсичные деревья. Ты выбираешь. Вот такова она жизнь. Вот это жизнь, а вот это смерть. Но вот это состояние смерти не является нормой. Ученые доказали, что человек был создан для того, чтобы жить в любви и быть здоровым. Мысли реальны. Мысли живут в нашей голове. Голова — дом для мыслей. Точно так же, как церковь — это место, где живут верующие. Мысли могут прятаться. С мыслями нужно разбираться. И для этого нужно что-то делать. Для того, чтобы разбираться с мыслями, нужно работать над этим. И Мак уже сказал вам о том, что мы сегодня будем делать операцию на мозге. И не будет крови, будет бескровная операция. Но попотеть придется. Потому что нужно приложить усилия. Нужно серьезно потрудиться. Это тяжелый труд. Нужно быть усердным. Упорным. Для того, чтобы совершить свое поприще. Нужно найти подход к своей умственной жизни. И к тому, что происходит в твоей голове, нужно относиться так, как к своему занятию относится балерина или танцор. Балерина. Нужно серьезно относиться к тому, что происходит в твоей голове. Ты должен настолько же серьезно и упорно относиться к своей умственной жизни. Никто не сможет изменить твои мысли из-за тебя. Только сам сможешь изменить свои мысли. И если ты будешь менять свое мышление с помощью Святого Духа. А Дух Святой очень хочет помочь тебе. То тогда ты добьешься успеха. Обновляя свое мышление. Но если ты будешь все делать в одиночку. То, конечно, какого-то успеха ты добьешься. Но этот успех не будет долгим. Итак, много лет назад, занимаясь исследованиями работы мозга. Я разработала теорию. Вот на экране моя теория. И следующие семь часов я буду делиться своей теорией. Я буду учить вас. И вы можете смеяться. Потому что я не буду, конечно, этого делать. Я только буду спать несколько минут. На самом деле, я посвящу своей теории несколько минут. И я с помощью знаний, с помощью Божьего Слова разработала теорию, которую используют люди во всем мире. И эта теория помогает людям понять, что происходит в голове, когда мы думаем. Итак, эта научная теория объясняет происходящее в нашем разуме, в нашей голове. И мы начинаем понимать, как то, что происходит в голове, изменяет тело. Твой разум развивает дух. И ты должен понять, как формируются мысли. Итак, ученые согласились с этой теорией. Все это является научно-достоверной информацией. Но гораздо важнее то, что это является духовно-достоверной информацией. Итак, ты думающая существо, думающая творение. 24 часа в сутки ты о чем-то думаешь. И ты подсознательно, метакогнитивно, на метакогнитивном уровне, подсознательно, ты способен, ты способен, 99% тебя, ты обрабатываешь и обдумываешь жизненные ситуации, жизненные обстоятельства внутри себя, подсознательно. Подсознательно. Твое подсознание действует 24 часа в сутки. И все эти удивительные нейрофизиологические процессы происходят. Квантовые процессы. И все это происходит в твоем очень умном разуме. Прямо сейчас, слушая меня, когда ты слушаешь меня в твоем подсознании, в твоем подсознании происходят важные процессы. Твои гены выделяют белок, синтез протеина происходит. И благодаря этому мысли обретают в твоей голове физическую форму. И если вы посмотрите на мою теорию, мы сейчас вам будем объяснять. Вот с этой стороны, здесь красная стрела, здесь кружки, здесь описано подсознание. Это представляет собой подсознание на метакогнитивном уровне. Это та твоя часть, которой ты, например, запоминаешь какое-то место в Библии, место Писания. Этот процесс запоминания Писания и то, что появится в результате того, что ты пытался выучить Писание на ежусь. И ты его начинаешь помнить, ты его запоминаешь. Все это происходит на подсознательном уровне. И вся эта нейрофизиология, все, что происходит на генетическом уровне, все это происходит в подсознании. Пожалуйста, слушайте внимательно. Потому что подсознание уже, конечно, влияет на следующую часть моей теории. Уже когда мы говорим о сознании, о том, что ты делаешь осознанно, мы это называем осознато-когнитивным уровнем. Итак, твое подсознание передает информацию о том, что происходит уже на сознательном уровне. Твое сознание, когнитивное восприятие зависит от твоего подсознания. И каковы мысли в сердце человека, таков и человек. И между научными исследованиями и тем, что написано в Библии, существует прямая связь. Твое сознание, когнитивное восприятие, вот эта лиловая часть, вот это работает, когда ты уже проснулся, ты пробудился. Итак, первое подсознание, это то, что работает ночью. Работает на самом деле всегда. Подсознание включено всегда, всегда действует. Но сознание, уровень сознания действует только тогда, когда ты уже проснулся, ты не спишь. И вот последняя фаза, это то, что ты говоришь, и это то, что ты делаешь. Итак, то, что ты говоришь, и то, что ты делаешь, сначала все начинается с сознательных мыслей на когнитивном уровне, и все это находится под контролем, под сознанием. И вот, по простым языком, если твое подсознание, первое, если твое подсознание наполнено хорошими вещами, положительными вещами, и ты существуешь, живешь так, как Бог предназначил, как Бог задумал, то есть, ты соответствуешь Божьему образу. Ты запоминаешь Библию, места Писания. Ты размышляешь над Божьим Словом. И ты позволяешь Богу наполнять тебя знаниями. Ты позволяешь Духу Святому тебя вести. То тогда твое сознание, когнитивное восприятие, будет наполнено мудростью. И то, как ты будешь реагировать на жизненные ситуации и обстоятельства, будет определено Богом. Ты будешь все делать хорошо и правильно. Это значит, что то, что ты говоришь и то, что ты делаешь, третья часть там, будет хорошим. Ты будешь говорить твои действия, то, как ты будешь работать, то, как ты будешь учиться, то, как ты будешь строить отношения, то, что ты будешь делать каждый день, каждую секунду, будет соответствовать, и все это находится на третьем уровне. И все это, все, что ты говоришь и все, что ты думаешь, зависит, конечно, от второго уровня, от твоего сознания, которое, в свою очередь, определяется твоим подсознанием. Сначала ты должен насаждать правильные вещи, правильно думать, и это приведет к правильным и хорошим словам. Ядовитое, токсичное мышление, когда ты насаждаешь что-то отравленное, приводит к отравленным, ядовитым словам и действиям. И тело, наш организм не очень хорошо с этим справляется. Потому что ученые доказали, что человек первоначально был задуман и создан для того, чтобы жить в любви. Мы созданы Богом, чтобы жить только в любви, но у нас есть свободная воля. И мы своим разумом принимаем решение, где мы будем, там или там. И когда ты избираешь отравленное, токсичное, ученые доказали, что от 75 до 98% умственных и физических и поведенческих отклонений или заболеваний зависит от токсичности в мыслях. И это очень большой процент. 75 до 98% от сегодняшних психических и поведенческих и поведенческих от 75 до 98% заболеваний умственных, душевных, поведенческих происходят из-за этого. И мы делаем все это. Мы сами делаем. мы все это создаем. Нам дана сила, сила любить. Нам дан здравый рассудок, здравый смысл. В Терозаконии 30.19 Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие, так избери же жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. И так Бог заранее знал, что мы будем принимать неправильные решения. Потому что Бог наделил нас свободной волей. А мы живем в мире, который можно назвать падшим, вокруг неспасенные люди. И мы постоянно сталкиваемся с множеством вероятностей, возможностей в любых обстоятельствах. И враг, наш враг, лжец. И наш враг начинает нас пугать, говорит, а что если вот это произойдет, а что если вот это произойдет? И мы выбираем, мы должны сделать выбор. И когда мы избираем что-то доброе и благое, это замечательно. Но когда мы избираем что-то неправильное, мы начинаем сами создавать вот эти отравленные вещи, токсичные вещи. Эти твердыни врага появляются в нашем разуме. Это зло. Мы сами творим и создаем зло. Бог не творит зла. Бог есть любовь. А зло является искаженной любовью. То есть искаженная любовь приводит ко злу. И мы видим все это, изучая работу мозга. Вот эти искаженные белки, искаженные, искривленные протеины создают вот такие черные деревья. И все эти вещи являются искаженными белками, и наше тело реагирует на эти черные мысли точно так же, как оно реагирует на порезы на кожу. И каждый из нас принимал неправильные решения и выбирал не то, что нужно. И это грех. И если мы не избавимся от этого, то враг имеет определенного рода контроль над нами. Потому что врагу удалось построить или создать в твоей голове твердыню. Поэтому нам и нужно обновлять мышление, обновлять нашу разум. Поэтому мы должны молитвенно позволять Духу Святому открывать, показывать нам эти черные места. И мы должны сами изменять эти отравленные вещи. И так Бог по Своей великой благодати послал Сына Своего, чтобы Тот умер за нас и воскрес на третий день. Чтобы мы потом могли увидеть эти грехи, покаяться и получить прощение, и потом заниматься обновлением Своего разума. Все очень просто на самом деле. Нужно сначала признать, осознать, прекратить это делать и побороть. Иисус всегда, когда учит нас, Он все очень просто объясняет. На самом деле наука, которая занимается изучением мозга, весьма сложна и глубока. Но в применении она весьма проста. Точно так же, как и Божье Слово. Оно глубокое, Божье Слово. Но его очень легко применять. Избери Христа. Обратись ко Христу, выполняй Его заповеди. Делай то, что говорит Христос. Позволь Духу Святому вести тебя. И ты будешь переходить из славы в славу. И ты исполнишь то, что написано в Матфея 5,48, где написано, будьте так же совершенны, как совершен Отец ваш. И это нормальное состояние для нас. Это исходный режим работы. И это должно стать твоей целью. И депрессии, все волнения, переживания, все эти вещи, которые тебя утомляют. Когда все это приходит, вся эта отравленность, когда у тебя начинаются боли в теле, болезни, все это должно уйти. Потому что две тысячи лет назад наш Бог умер за нас на кресте. И наше исцеление, наше исцеление было приобретено для нас две тысячи лет назад. Но нам нужно сделать выбор. Мы должны выбрать для себя, что мы будем верить в это. Что мы будем применять все это, обновляя свое мышление. Если мы сами все это создали, то мы можем все это и разрушить тоже сами. А в Южной Африке был один ученый. Был один ученый, который занимался теми же исследованиями, которыми занималась я в Южной Африке. И сегодня этот ученый, он переехал в Швейцарию, и в Швейцарии он пытается создать искусственный интеллект, искусственный разум. Мой коллега пытается сделать так, чтобы в компьютере появился искусственный интеллект, искусственный разум. Конечно, все это сумасшествие. Потому что твой мозг, твой разум, а человек своим разумом создал компьютер, и компьютер, который создан человеком, компьютер не может стать умнее человека, который его создал. Но это присуще людям, это свойственно людям. Люди пытаются создать Бога своими руками в какой-нибудь машине, в каком-нибудь устройстве. Но наш Бог таков, что Его нельзя засунуть в коробочку. И каждый раз, когда ученым кажется, что все, им наконец-то удалось загнать Бога, поймать Бога в коробочку, Бог приходит и снова их приводит в замешательство. посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Сейчас будет новый слайд, и этот слайд был сделан как раз вот этим ученым, моим коллегой. И он занимается научной деятельностью, и он при помощи очень серьезных, сложных уравнений математических, сумел, все просчитав и создав формулы, он сумел увидеть, какую энергию создает одна мысль. Вот здесь на экране вы видите энергию всего лишь одной мысли. Он математическим образом, при помощи математических вычислений сумел все это воспроизвести в виде рисунка. На экране компьютера все это появилось. Давайте еще раз посмотрим. Пожалуйста, смотрите, вот это всего лишь одна мысль. Лишь одна мысль выглядит так. Этот ученый сказал, что каждая мысль является Вселенной. И у миллиарды миллиарды, просто несметное количество мыслей в голове. У тебя в голове есть бесконечная Вселенная в твоей голове. И ты постоянно создаешь новые Вселенные в своей голове. Постоянно. Потому что ты весьма умен. Ты создан по образу Божьему. Итак, сейчас мы будем более конкретно говорить о том, как проводить операцию на мозге. Вы верите, что вы весьма умны? Вы начинаете понимать, что вы весьма умны? вы знаете, что мозг одного человека, один мозг, производит больше энергии, чем все сотовые телефоны, вместе взятые на Земле. Потому что каждая мысль является Вселенной. Мозг человека производит больше энергии, чем все сотовые телефоны, вместе взятые. Экклесиаста 3.11 написано, что Бог вложил в нас, в наш разум вечность, вечность в нашей голове. И враг, наш враг осознает, какой силой мы обладаем. И наш враг пытается манипулировать нашей силой. И я сегодня призываю вас, я призываю вас начните осознавать ту силу, которой вы наделены. Потому что если вы осознаете свою силу, свою мощь, то вы измените свою жизнь, вы измените ход своей жизни. Вы по-другому начнете смотреть на Бога. Вы по-другому начнете смотреть на себя. Мне нравится учить об этом, потому что это наделяет нас такой силой. И это приносит нам невероятную свободу. И это показывает в конечном итоге, кем ты являешься, откуда ты произошел, какова цель твоей жизни на земле. и когда ты осознаешь все это, ты понимаешь, что ты способен и ты можешь справиться со всем и справиться хорошо. Ученые провели эксперимент. Одна женщина работала с больными, которые были заражены СПИДом. И она хотела помочь больным СПИДом начать чувствовать себя лучше. Она пыталась их вылечить. И она пыталась найти способы уменьшить количество этого вируса в их крови. Она пыталась заставить иммунную систему этих людей начать сражаться с этим заболеванием. Она пыталась помочь им, использовав разные физические упражнения, какое-то особое питание, диеты. И она обнаружила то, чего она не ожидала. Результат был неожиданным. Она выяснила, что эти пациенты, пациенты, которые верили в то, что Бог их любит, пациенты, которые верили в то, что Бог относится к ним по-доброму, пациенты, которые верили в то, что Бог их не осуждает, у этих пациентов заболевание уменьшилось, они стали себя чувствовать лучше. и их иммунная система укрепилась, и они смогли сражаться с этим вирусом. А те больные, те пациенты, которые думали, что надо еще что-то сделать, и верили в отношение с Иисусом Христом, а личная отношение с Иисусом Христом, те пациенты, которые верили, что Бог их любит, относятся к ним по-доброму, но еще они верили в то, что Иисус Христос является их спасителем, они верующие в Иисуса, не просто в Бога, но верующие в Иисуса добились самых лучших результатов. Невероятно. Итак, мы, мы с вами, мы стоим лицом к миру. Мы с вами являемся, мы на этой земле являемся представителями любящего и доброго Бога. мы жаждем личных отношений с Иисусом Христом. Либо мы будем представлять либо мы можем людям преподносить Бога как Бога осуждающего, Бога, который их не любит, и мы можем потерять контроль. Все зависит от того, что происходит в голове. Происходящее в твоей голове определит, каким ты покажешь Бога неверующим. И Бог требует от нас, чтобы мы начали правильно использовать свой мозг, чтобы мы привели свой мозг в порядок. И Бог требует от нас того, чтобы мы привели свой мозг в порядок, для того, чтобы мы потом смогли неверующих привести к вере. Жизнь это не только ты и твое. в жизни есть нечто большее. Конечно, твое мышление, то, что происходит в твоей голове, влияет на твое тело, на твой дух, на твою душу. Но также ты оказываешь влияние на окружающий тебя мир. И ты своим поведением можешь оказать влияние на последующие четыре поколения. решения, принимаемые тобой, влияют на жизнь четырех последующих поколений. На нас лежит огромная, огромная ответственность. Мы отвечаем за то, чтобы взять свой разум под контроль. И нет другого выбора. Бог не спрашивает, а ты не хотел бы сегодня обновить свое мышление? Может быть, ты не против сегодня несколько мыслей подчинить в послушании Христу? Если хочешь, будет мудрость сегодня. Хочешь, приобретай. Нет, Бог ясно сказал в Своем Слове, обновляй свой разум. Все мысли нужно пленить в послушании Христу. приобретай мудрость, не смей жить без мудрости. И нет оправданий нам. Нам дан Иисус Христос, нам дана Библия, нам дан Дух Святой, у нас есть все для того, чтобы мы могли добиться успеха. И вместо того, чтобы чувствовать себя виноватым и думать, да нет, я недостаточно хорош, у меня не получится. На самом деле все это нашептывает дьявол. Потому что Бог придет в любую ситуацию, туда, где ты. Как только ты в своей голове примешь решение, как только ты скажешь, не важно, как я вел себя раньше, я все хочу изменить, я все признаю. И я прошлое оставлю в прошлом, как об этом написал Павел. И я буду простираться вперед, я буду смотреть в будущее. Я буду думать о том, куда я должен прийти, но я не буду думать о том, откуда я пришел. Ты не можешь изменить, ты не можешь контролировать прошлое, но ты можешь контролировать настоящее, а настоящее определит твое будущее. То, как ты вчера заснул, то, как ты лег спать, определило то, как ты сегодня проснулся. Этим утром проснувшись, как только ты проснулся, у тебя в голове образовалось 300 миллионов новых клеток. И качество этих новых клеточных образований зависит от того, как хорошо ты заснул предыдущим вечером. И если ты, когда засыпал, переживал о чем-то, жаловался, был недоволен, когда засыпал вечером, то ты этим самым послал негативный сигнал, еще вечером засыпая, и утром эти клетки уже были негативными. И ты проснувшись, когда ты просыпаешься, у тебя в голове 300 миллионов новых клеток, хороших или плохих, это зависит от того, в каком состоянии ты заснул. и так ты контролируешь качество клеток, новых клеток, которые появляются в твоей голове. клетки и клетки ты проснулся утром, помимо этих новых 300 миллионов клеток, новые нервные клетки также появились у тебя в голове, в твоем мозге. и мы это называем генезисом клеток. Каждое утро в твоей голове появляется множество абсолютно новых нервных клеток. И ты можешь эти новые клетки использовать для того, чтобы в течение дня помогать себе правильно думать. Ведь в Библии написано, что милость Божья обновляется каждое утро. Именно об этом идет речь. Даже если ты плохо вчера неправильно поступил, ты не так лег спать. ты можешь исправить эти 300 миллионов клеток. И ты можешь за несколько минут перейти от негативизма к положительному отношению. Все зависит от твоего выбора. Пожалуйста, внимание на экран. Здесь вы видите мозг человека. Здесь мы видим спиной мозг. сердце и пять органов чувств, которые связаны с нашим мозгом. Слава Богу, что мы, конечно, не так выглядим в реальной жизни. Твои пять органов чувств связывают внешний мир с внутренним миром твоего разума. вокруг тебя складываются какие-то обстоятельства, происходят какие-то события. И ты через свои пять органов чувств воспринимаешь все это. Эти жизненные ситуации, обстоятельства мы воспринимаем также через квантовый мир. На квантовом уровне, и я буду говорить об этом позже. информация приходит в три или пять чувств. И так через пять органов чувств мы воспринимаем, мы получаем информацию. И эта информация проникает в наш мозг. И в голове около ста структур, ста образований есть. И они все предназначены для того, чтобы гармонично работать вместе. сотни структур в голове. И там есть удивительные связи, удивительные построения в нашей голове. И наш мозг может работать удивительно, уникально. И мозг контролирует все, что происходит в теле. Все, что происходит в твоем теле, контролируется мозгом. твой разум контролирует все, что происходит в теле, в твоем организме. Ефесянам 4.16 написано, там Бог говорит о том, что Он так создал тело, что все взаимодействует, все связи вместе работают. То, что наш мозг, все части мозга и все части тела работают вместе, есть взаимодействие. у каждого, у каждой нашей части нашего тела и нашего мозга есть конкретная задача. Каждая часть нашего тела помогает другой части тела расти и развиваться. И когда сотни этих структур, которые есть в нашем мозге начинают работать вместе, они помогают друг другу расти и развиваться. и когда все части, все компоненты нашего мозга действуют вместе, то ты будешь расти, ты будешь развиваться, будет исцеление, будет гармония, будет мир, будет все улучшаться, и тело твое будет развиваться в любви. То, что я сейчас описываю, является связью, является тем, что объединяет Ефесянам 4.16 и науку. Потому что наука всего лишь пытается угнаться за тем, что уже написано в Божьем Слове. Ефесянам 4.16 это описание того, как действует тело Христово. Мы все вскрепляем друг друга, помогаем друг другу. Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Есть что-то, что можешь сделать только ты, и никто другой на это не способен. И когда ты делаешь то, в чем ты можешь преуспеть, то, что никто другой сделать не может, ты помогаешь миру окружающему тебя расти и развиваться. И когда мы все это делаем, то приходит здоровье, приходит исцеление, приходит рост. И мир начинает существовать в любви. Но все начинается в твоей голове. Все начинается с решения, которое ты принимаешь в своей голове. Я занималась тюремным служением. Мы служили однажды на собрании, где было 800 мужчин, которые были приговорены к пожизненному сроку. Они были посажены в тюрьму за убийство, за насилие, за ужасные вещи. Ужасные вещи они совершили. И эти мужчины слушали все то, что я им говорю, все то, что я говорю вам сейчас, я говорил им. Они слушали больше двух часов. Это была строгая тюрьма, тюрьма строгого режима. И на сцене была такая клетка специальная. И меня предупредили, что если начнутся какие-то беспорядки в зале между заключенными, конфликт возникнет. Меня поставили, рядом со мной поставили охрану. И мне сказали, что если начнутся какие-то беспорядки, то охрана сразу вас посадит в клетку, чтобы вам ничего не сделали. Очень серьезная тюрьма. И в ней сидели люди, которые совершили ужасные вещи. Некоторые из них уже пришли ко Христу. И некоторые из них просто, ну, они думали, что другого места для них, кроме тюрьмы, нет. Но вот главное в моей истории. После двух часов я говорила им все то, что говорю вам. Все заплакали, все мужчины начали плакать. Все эти мужчины встали на колени и начали призывать Христа. Но вот самое главное, когда я уехала, эти они пошли и начали говорить другим заключенным, что ты можешь изменить все, сделав правильный выбор. Они в тот день осознали, что у нас есть свобода, нам дана свобода, и мы можем сами решить, что мы больше не будем жертвами. И все зависит от решения, которое ты примешь в своей голове. Итак, информация проникает в твой разум через пять органов чувств. Информация протекает через эти сотни структур образований в твоей голове. Но есть пять главных вещей. И я сейчас начну говорить о них. Коротко я поговорю об этом, но конечно все это детально можно прочитать в моей книге. Завтра у нас будет еще четыре собрания, и я буду более детально завтра говорить об этих вещах. Итак, первое, мы поговорим о первом сейчас, что происходит в нашем мозге. Но завтра на первых двух собраниях я буду говорить более детально об этих вещах. Пожалуйста, не пропустите завтра ни одного собрания. я не могу на одном собрании все рассказать и все объяснить. Эта информация настолько важна, и я стараюсь объяснить простыми словами, чтобы вы могли все это использовать, могли осознать. Итак, первое, что происходит, когда информация проникает в наш мозг. Информация начинает собираться в одном месте, накапливаться. Итак, эта информация начинает накапливаться в мозг, и она проникает в него. Пожалуйста, внимание на экран, я вам опишу несколько органов или структур в мозге. Информация проникает через ворота, в нашем мозге есть ворота. Она проникает в таламус. Вот таламус. Маг показывает вам таламус, вот эта красная точечка указывает на таламус. Я не буду описывать сотни структур, которые есть в нашем мозге. Я все просто расскажу, а я расскажу главное. Таламус таламус принимает информацию, которая поступает в мозг, и начинает ее распределять по мозгу. И приходит сигнал в наш разум. Этот сигнал начинает распространяться в нашем мозге, по нашей голове на подсознательном уровне. И этот сигнал пытается найти какую-то информацию, которая похожа на него. И я называю этот процесс дуновением ветра. Эта информация, как ветер, обдувает деревья, которые есть в твоем разуме. И это происходит очень быстро. Информация приходит уже на сознательный уровень. и когда эта информация уже есть в твоем сознании, это что-то, что ты только что вспомнил, похоже на это. И когда я сегодня учила вас, это происходило в вашей голове. Потому что мои слова проникали в ваш разум. И ваш таламус воспринимал мои слова, превращал их в электромагнитные сигналы распространял их по вашему разуму. И были взяты какие-то мысли. То есть эта информация заставила другую информацию в вашей голове подняться. и от четырех до семи мыслей из уровня подсознания поднимается на уровень сознания, осознанности. Эта информация может подняться, потом она может вновь опуститься вниз. Потом еще новых семь мыслей могут подняться наверх, и это будет новая информация. И так это происходит туда-сюда, вверх-вниз. Но вы весьма умны. Вы были Богом сделаны так, чтобы все это вы могли сделать, переварить. И вот за этот короткий промежуток времени, пока ваша мысль находится на уровне сознания, осознанности, эта мысль превращается в отношение или в позицию. То есть эмоции начинают смешиваться с этой информацией, и все это превращается уже в какую-то позицию. Итак, если вот эта токсичная, ядовитая отношение, ядовитая позиция, а вот это хорошая, полезная позиция, любая мысль, которая появляется в вашем подсознании, относится к одной из этих двух категорий, либо ядовитая, либо хорошая. Пожалуйста, следующий решунок на экране. это на самом деле снимок головного мозга, это то, что в нашей голове. Вот так ваши мысли выглядят внутри вашей головы, внутри вашего мозга. Они похожи на деревья, ваши мысли. И когда я говорю о сигнале, который распространяется по мозгу, это похоже на дуновение ветра. Эта информация как бы обдувает эти деревья, эти мысли, которые выглядят как ветки. И я в качестве символов использую эти деревья, потому что наши мысли в голове, в физическом выражении похожи на деревья. И на экране вы видите то, как выглядят мысли человека. И эти мысли могут быть либо хорошими, либо токсичными. ядовитыми. Смотрите, внутри нашего мозга. Вот еще один снимок. Еще больше приблизили то, что происходит внутри нашей головы. На первом рисунке вы видели просто деревья, мысли. Теперь мы увеличили то, что происходит в одной мысли. Это мысли, которые внутри вашей головы. головы. Смотрите, вот там в углу мысль, в которой очень много информации. Чем больше веток, тем больше информации. Пожалуйста, следующий слайд. вы видите это темное черное облако. Это не дырка. Это черное облако. Внутри твоего мозга, когда создаются, появляются неотравленные мысли, то нарушается электрохимический баланс. Начинается процесс воспаления в твоей голове. Все приходит в замешательство. И все начинает происходить неправильно. И когда делают сканирование мозга, когда пытаются увидеть то, что происходит внутри головы, когда сканируют мозг, можно увидеть эти черные точки. Это ненормальное состояние мозга. Я пытаюсь донести до вас следующую мысль. Наши мысли обретают физическую форму. Они имеют физическое обличие внутри нашей головы. И вот из-за таких ядовитых отравленных мыслей начинаются проблемы в голове. Может быть какая-то горечь, обида из прошлого. Проблема. И все эти отравленные вещи появляются. И вам нужно все это вытащить на поверхность и избавиться от этого. Но сначала нужно осознать, нужно понять, что все эти токсичные вещи есть в нашей голове. Снова мы смотрим на этот слайд. Итак, первое, что делает мозг, он собирает информацию. Начинается построение мыслей. Мозг берет эту информацию из внешнего мира, она входит внутрь. Таламус, который находится в центре, начинает работать. дуновение ветра по мозгу. И от четырех до семи мыслей поднимается на уровень сознания, осознанности. И начинается построение отношений или уже твердых мыслей. И вот здесь, под вот этим замечательным таламусом, есть такая лиловая штучка. Это уже гипоталамус. Гипоталамус отвечает за разные вещи в нашем мозге. Но одна из главных вещей, которую делает гипоталамус, гипоталамус реагирует на мыслительные процессы, которые происходят в твоей голове, протекают в твоей голове. Особенно на твое отношение, на твою позицию. Гипоталамус должен производить химические вещества, компоненты, которые необходимы твоему мозгу для того, чтобы росли хорошие деревья. Итак, гипоталамус можно сравнить с химзаводом, с фабрикой химические. Но гипоталамус производит только вещества, которые способны создавать позитивные, хорошие эмоции. Потому что мы созданы Богом для того, чтобы переживать только что-то хорошее и положительное. Наша голова, гипоталамус, производит химические вещества, которые позволяют нам испытывать только ощущение счастья, положительные эмоции. в нашей голове мы так задуманы, чтобы производить элементы, которые позволят нам испытывать радость и не быть несчастными. Это всего лишь два примера этой концепции. И вот главное гипоталамус реагирует на твое умонастроение. И если у тебя негативное умонастроение, то гипоталамус отреагирует негативно. И неправильные и плохие химические элементы начнут выделяться и вырабатываться у тебя в голове. когда я говорю гипоталамус я имею и голова не может произвести каких-то новых веществ, то есть начнется искажение. То есть начнутся выделяться химические вещества не вовремя, неправильно, и все пойдет не так, как должно. И в голове начнется нейрохимический хаос. Электрохимический хаос потом. начнешь чувствовать беспокойство, твое тело на все это начнет реагировать. Я описал лишь две структуры, которые есть в нашем мозге. И эти структуры помогают нам собирать информацию, и мы на этом уровне уже должны постараться подчинять мысли, пленять их послушание Христу. И я хочу подвести итог, очень просто. Когда мы подчиняем свои мысли, когда мы пленяем мысли Христу, свое помышление, сначала нам должно осознать, мы должны проанализировать, что входит в нашу голову, мы должны проанализировать, что уже есть в нашей голове, когда ты применяешь принципы, описанные в книге Притч, а в Притчах написано, уповай на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на свой разум, во всех путях своих познавай Его, и Он направит стопы твои, Он направит твой путь, когда ты это делаешь, ты тогда начнешь уже продумывать или обдумывать, чему ты позволяешь войти в свою голову, ты начнешь осознавать, как эта информация, как ветер дует на деревья, которые есть в твоей голове, ты приучишь свой разум, ты сумеешь дисциплинировать свой разум, ты не позволишь любым мыслям гулять в твоей голове, ты начнешь проверять качество мыслей, наш враг хочет, чтобы любые мысли, качественные, некачественные, хаотично вращались в нашей голове, но то, чему я вас учу позволит вам научиться дисциплинировать свои мысли, но все начинается с того, что вы начинаете анализировать, какого рода информация проникает в ваш разум, поэтому Бог и дал нам разум, Бог дал нам тело, для того, чтобы мы могли все это испытывать, ощущать, чтобы мы могли проверять качество получаемой информации, потому что если какая-то ядовитая, токсичная мысль проникнет в твой разум, ты почувствуешь себя некомфортно, будет ощущение дискомфорта, потому что твой мозг связан с твоим сердцем, и я вам говорила вчера, что твой мозг и сердце в сердце каждого человека есть еще один мозг, который влияет на все процессы, происходящие в организме, если какая-то мысль проникает, ты начинаешь о чем-то думать, ты можешь почувствовать себя неудобно, дискомфортом, не будет мира, как будто что-то не так, или ты чувствуешь себя хорошо, и если ты чувствуешь дискомфорт, если ты чувствуешь, что что-то не так, если ты чувствуешь, что теряешь мир, Бог тебе в этот момент говорит, остановись и познай, что я Бог, Бог тебе через это говорит, что ты должен проверять качество своих мыслей, ты должен выбирать мысли, и ты должен пленять мысли в послушании Христу, давайте все встанем и будем молиться, завтра мы продолжим, сегодня мы просто так, для затравки, вы вообще рады? Хорошо, когда мы начинаем анализировать, проверять свои мысли, это может шокировать нас, я все это испытываю, я 22 года занималась медицинской практикой, на протяжении последних 6-7 лет я езжу по всему миру и учу об этом, мы получаем тысячи писем от людей, которые проходят через мою программу, и зачастую все очень просто, когда люди начинают все это делать, когда люди начинают анализировать то, что происходит в голове, они начинают проверять качество мыслей, то иногда возникает беспокойство, они шокированы, они удивлены, что в твоей голове, ты можешь иногда позволять мыслям просто бесконтрольно течь, ты не проверяешь их качество, например, как часто ты говорил, ох, если бы до кобы, то во рту, то что, да, а что если, а что если вот так бы все пошло, и ты расстраиваешься, очень часто ты слушаешь сплетни, фильмы, ты не смотрел, ты не хочешь это в голове, ты можешь смотреть, которые нельзя позволять этим вещам проникать в твой мозг, ты позволяешь вещам, сказанным другими людьми, быть в твоей голове, нельзя впускать, нельзя впускать в свой мозг непроверенные мысли, мысли реальные, они обретают физическую форму и живут в голове, мысли меняют физическое строение твоей головы, физическую структуру, ты можешь сам изменить физическую структуру своего мозга, ты сам эти мысли строишь, ты сам их создаешь, и эти мысли влияют на твой организм, и Бог хочет исцелить твой дух, твою душу и твое тело, а начинается все с головы, когда у тебя сильный мозг, сильный разум, тогда твой дух будет развиваться как нужно, и твое тело станет сильным, давайте помолимся, давайте поднимем руки, Господь Иисус, мы любим Тебя, Ты чудесен, спасибо за за что ты дал нам настолько чудный мозг, спасибо за науку, за ученых, спасибо, Господь, за то, что наш разум полон силы, любви, здравомышленности, спасибо за все то, что ты показываешь нам и мы силой разума можем изменить свой мозг и мы можем решить развивать свой дух, Господь, удивителен, наука, которая также создана Тобой, помогает нам чтить Тебя, благодарим Тебя, Господь, за то, как Ты создал нас, и больше всего мы благодарим Тебя за то, что мы на самом деле сами можем обновить свое мышление, это настолько реально, настолько осуществимо, настолько осязаемо, Господь Иисус, я молюсь о том, чтобы каждый присутствующий здесь получил сильное, мощное откровение в дух и в течение дня пусть каждый присутствующий начнет осознавать и понимать то откровение, которое Ты сегодня вкладываешь в их дух. И это откровение, Господь, позволит нам проверять качество мыслей. Я молюсь о том, чтобы мы поняли, как мы можем отдавать свои мысли в руки Иисуса Христа. Господь, дай им совершить этот первый шаг, получив это мощное откровение. И пусть в духе этих людей появится сильное желание, как у той женщины, у которой было кровотечение, которая 12 лет страдала от кровотечения. И в то время эта болезнь была очень необычной. И раз у нее было кровотечение, у нее было очень серьезное эндокринное заболевание, это означает, что ей было очень больно. Но у нее же была жизнь. У нее был муж, были дети, были друзья, были родственники. У нее был дом, она жила в доме. И у нее были хорошие вещи, была еда. Потому что она была богата. В Библии написано, что она 12 лет тратила деньги на врачей, значит, у нее были деньги. И она пыталась обрести исцеление. И в то время, когда у тебя было кровотечение, тебе нельзя было находиться в стане, тебе нужно было выйти за пределы, ты не могла быть рядом с мужчинами. Женщинам, у которых было кровотечение, нельзя было даже говорить с мужчинами. и если женщина позволяла себе заговорить с мужчиной, ее могли побить камнями до насмерти. Эта женщина знала, что такое отвержение. Она испытала отвержение физическое, эмоциональную боль, ее муж ее бросил. И ее дети, ее родные от нее отвернулись, изолировали ее. И она была одинока, она была в ненормальном состоянии. Потому что человек создан для отношений с другими людьми. В ее голове было много токсичных, ядовитых мыслей. Она испытывала отвержение. Она испытывала чувство страха. Она переживала. Она чувствовала боль. И она думала, когда же это все закончится? Но она не сдалась. Она не опустила руки. Она страстно желала. Она настолько страстно возжелала. Она приобрела информацию. Она собирала информацию о исцелении. И однажды она узнала, что есть человек по имени Иисус. Она узнала, что этот человек по имени Иисус исцелял, был целителем. И ее разум осознал то, что ее дух осознал давным-давно. Она осознала, что именно Иисус именно Иисус тот Бог, которому она служит. И она поняла, что если она просто прикоснется к краю его одежды, она будет исцелена. если она коснется края его одежды, и она, накрыв голову покрывалом, пробивалась сквозь толпу. Она была в таком отчаянии, но она была настолько уверена, что Иисус именно тот. Она была настолько полна уверенности, ей просто нужно, ей просто было достаточно коснуться его. даже было не нужно, чтобы он посмотрел на нее, коснулся ее. Ей просто нужно было правильно настроиться. Она приняла решение в разуме. Она приняла решение поверить в то, что она узнала. И она осознала, что то, что в ее духе было истиной. и она осознавая пробиралась сквозь толпу. И она понимала, что если кто-то ее узнает, ее побьют камнями насмерть. И она прикоснулась к краю одежды Иисуса, и исцеляющая сила Божья потекла. и ее тело было исцелено, и кровотечение сразу прекратилось. И потом Иисус остановился. Иисус оглянулся. Иисус сказал, кто меня коснулся. Подумайте об этом. Ведь речь идет о Иисусе. Иисус Бог. Иисус прекрасно заранее знал, кто его коснулся. Иисус знал все об этой женщине. Иисус знал, как ей было больно. Иисус знал, что в ее голове токсичные мысли. Иисус знал, в каком отчаянии она находится. Иисус знал все о жизни этой женщины. Но тем не менее Иисус остановился и спросил, кто до меня дотронулся. Мы из этой истории можем извлечь множество уроков. Но вот несколько уроков. Первое. Иисус хотел дать ей возможность признать его своим целителем, несмотря на гонения, которые были на нее. И ей пришлось снять свои головы покрывала. Ей пришлось встать и сказать, я коснулась тебя, Господь. Я хочу, чтобы ты, Иисус, был моим Господом и Спасителем. Она признала Иисуса. публично, на глазах у тысяч людей она признала Иисуса. И потом она ожидала, что ее сейчас осудят. Она думала, что Иисус первым бросит в нее камень. Но вместо того, чтобы бросить в нее камень, Наш Бог добр, наш Бог любит нас. И когда мы говорим Господь, будь моим Господом, моим Спасителем, Иисус начинает творить чудеса. И вместо того, чтобы осудить ее, Он протягивает к ней руку, берет ее за руку, поднимает ее, смотрит ей в глаза. Иисус смотрит на нее с огромной любовью. Божья любовь течет через Иисуса к этой женщине. Иисус говорит в глубину ее духа, черь моя, дочь моя, вера твоя спасла тебя, исцелила тебя. И эта женщина получила исцеление не только своего тела, но и своей души, и своего духа она была рождена свыше. Вы должны отчаянно нуждаться, вы должны осознать, насколько сильно вы нуждаетесь. Вы должны возжаждать Божьего прикосновения. И когда вы сегодня поедете домой, проверяйте качество своих мыслей. отчаянно желаете прикоснуться к краю одежды его. И вы увидите, как Бог остановит толпу у вас. Бог остановит все и посмотрит в твои глаза и скажет и Бог с любовью скажет тебе любовью, которая никогда не заканчивается. сын мой, дочь моя, вера твоя исцелила тебя. Давайте просто поднимем руки в десперации. Мы отчаянно жаждем, отчаянно нуждаемся. Проси Бога учить тебя проверять качество мыслей. Будь в жажде этого, чтобы ты научился. И приготовь свой разум, настройся. приходи завтра на служение, чтобы научиться, как все это делать практически. Ты должен возжелать, страстно возжелать, возжаждать. Давайте поклоняться. Просто поклоняться Богу. Просто поклоняйся. Молись на языках. Пой песню. Недолго, недолго. Просто поклоняйся. Когда ты поклоняешься Богу, Бог действует на твоей стороне. Поклонись Богу. Поклонись Богу. Мы любим тебя, Иисус. Поклонись Ему. Ты должен возжаждать. Ты должен страстно возжелать Его прикосновения. Ты должен страстно желать, чтобы Он учил тебя. проверять качество мыслей. Ты должен возжаждать Бога, чтобы Он показал тебе, как постоянно находиться в Его присутствии. Ты должен возжелать, чтобы Он с любовью посмотрел на тебя. Ты должен страстно возжаждать, поклоняйся Ему. Спасибо. Спасибо.